Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Время – место. Давайте откроем первое место Писания для темы «Война на небесах». Это послание Ефесиным, 6 глава, 12 стих. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Если вы не против, я дам вам версию Дерека Принца. Она более буквальная. Я начал изучать греческий, когда мне было 10 лет, а затем я был профессором в Кембриджском университете, поэтому я немного в этом разбираюсь. Никто не знает о греческом всего. Это очень большой язык с длинной историей, более трех тысяч лет. Если кто-то говорит вам, что знает все, то он ошибается. Итак, в послании к Ефесиным, 6 главе, 12 стихе, по версии Дерека Принца, говорится следующее. «Потому что наша борьба не против крови и плоти, а живая Библия говорит не против личности с телами. Наша борьба не против личности с телами, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духовных орд и сил зла в Поднебесии. Мы не сражаемся против крови и плоти». К сожалению, многие христиане неправильно расставляют знаки препинания. «Мы не сражаемся, и точка!» Я заметил, что большинство христиан понимают это неверно. Лишь немногие действительно сражаются. Борьба — это самая интенсивная форма конфликта между людьми. В боксе нельзя наносить удары на определенные участки тела, а борьба — это полное противостояние. Именно это слово использует Павел. Мы участвуем в полном противостоянии против сил зла, личности и бестел, против начальств и властей. К этой фразе я вернусь позже. Против мироправителей тьмы века сего, против духовных орд или сил зла в Поднебесе. Нам нужно ответить на вопрос, откуда в Поднебесе взялись духовные силы зла. Хочу сказать, что с первого стиха Библии слово «небо» всегда используется во множественном числе. «Вначале сотворил Бог небеса» — множественное число, и землю — единственное число, то есть небес больше одного. Вообще-то их три. Об этом хорошо сказано во втором послании к Коринфянам, двенадцатой главе, первом и втором стихах. «Неполезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним». Павел рассказывает о человеке, получившем уникальное видение и откровение. Я, в отличие от других людей, не думаю, что это был Павел, но сейчас не об этом. Знаю человека во Христе, который назад ему 14 лет. В теле ли? Не знаю. Вне ли тело? Не знаю. Бог знает. «Восхищен был до третьего неба». И знаю о таком человеке, только я не знаю в теле или вне тела. Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Итак, Павел рассказывает о верующем, который имел удивительный опыт. Он был восхищен на третье небо. Павел не знал, было восхищено его тело или только его дух. Он был восхищен в рай и слышал слова неизреченные, которых человеку нельзя пересказать. До того, как стать верующим, я был профессором логики. Я все еще верю в логику. И моя логика говорит, что если есть третье небо, то должно быть первое и второе. Невозможно иметь третье без первого и второго. Все именно так. На третьем небе тот человек увидел самого Бога. Он был в раю. Очевидно, это наивысшая точка, где обитает сам Бог. Итак, третье небо — это наивысшее небо. Я считаю, что первое небо — это видимое небо, на котором находятся солнце, луна, звезды. Я считаю, что между первым и третьим должно быть второе небо. Я думаю, что именно там идет конфликт. Не думаю, что есть конфликты там, где обитает Бог. Также подобных конфликтов нет на Земле, но они есть на промежуточном небе, между Землей и небесами. Так с чего же начался этот конфликт? Библия дает нам некоторые факты, но не рассказывает всего. Не нужно пытаться узнать больше, чем говорит Библия. Но очень важно знать, что именно она говорит. Поэтому сейчас я открою книгу Исаии, 14 главу, 12 стих. В моей Библии этот отрывок, который начинается с 12 стиха, называется «Падение Люцифера». Это пророческие слова об ангельском существе, которое подняло бунт против Бога. «Как упал ты с неба, на котором обитает Бог, Люцифер, сын Зари. Разбился землю, попиравшей народы». Далее идет мотивация бунта Люцифера. Конечно же, сейчас Люцифера зовут Сатана. Сатана означает «противник». А греческое слово «дьявол» означает «клеветник». Итак, Сатана — это противник Бога и людей, и клеветник. Запомните, каждый клеветник делает работу дьявола. К сожалению, это происходит и в церкви. Давайте посмотрим на мотивацию, потому что это очень важно для каждого из нас. Итак, это мотивация бунта Люцифера против Бога. Здесь описаны пять его желаний. Получается, что бунт — это когда наша воля противоречит воле Бога. «А говорил в сердце своем, «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в солны богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». В оригинале сказано «не подобен, а равен Всевышнему». В основе бунта Люцифера были личные амбиции и гордость. Хочу заметить, что главный источник проблем в современной церкви — это личные амбиции. Я часто спрашиваю себя, сколько служителей мотивированы страстью достигать души, а сколько мотивированы личными амбициями и желанием иметь самую большую церковь, самые большие служения, ну и так далее. Из личного опыта и из личных длительных наблюдений я могу сказать, что многие отделы церкви охвачены личными амбициями. Я считаю, что самая большая и серьезная проблема в церкви — это личные амбиции в служении, а теперь они зародились в сердце Люцифера. Пять раз он противопоставил свою волю, воле Божией. Пять раз он планировал возноситься. Сатана вкладывает эти личные амбиции в сердца всех, кто их примет. Вот на своем экране вы видите его прямое высказывание. «Я взойду, я буду подобен», или, как я уже говорил, «я буду равен Всевышнему». Он планировал это неоднократно. Сатана вкладывает эти личные амбиции в сердца всех, кто их примет. Это не значит, что это не касается церкви. Церковь — это то место, куда сатана больше всего хочет вложить такого рода амбиции. Ну а далее? «Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Хотите вверх? Опуститесь вниз. Чем ниже вы опуститесь, тем выше вы подниметесь. Не позволяйте сатане обмануть вас, вложив в вас личные амбиции, потому что это привело его к падению и может привести к падению в вас. А сейчас я хочу показать вам взаимодействие между Поднебесьем и Землей. Это пример так называемого духовного конфликта. Книга Иезекииля, 28 глава. Этот отрелок рассказывает о двух личностях, о князе Тира и о царе Тира. Это две разные личности. От них обоих зависела судьба одного важного древнего города под названием Тир. Это откровение говорит о том, что есть взаимодействие между правителями Земли и правителями Поднебесья. Злыми правителями Поднебесья. Это сразу же наводит на мысль о том, что самое важное, что мы можем сделать, чтобы изменить ситуацию, это разобраться со злыми правителями Поднебесья. Итак, книга Иезекииля, 28 глава. С первого стиха мы видим такие слова. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий. Скажи начальствующему в Тире, или к князю Тира, так говорит Господь Бог». Эта часть обращена к князю Тире. А вторая часть — к царю Тира. А это уже совсем другая личность. «За то, что вознеслось сердце твое». Каким словом можно это назвать? Это слово «гордость». Видите, Библия постоянно предостерегает нас от гордости, чаще, чем от любой другой проблемы. «За то, что вознеслось сердце твое, и ты говоришь «Я Бог», восседаю на седалище Божием, в сердце морей, и будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божиим». Получается, что князь Тира — это человек, который называет себя Богом. Так вот, продолжайте ему. «Вот ты, премудрие Даниила, нет тайны, сокрытой от тебя. Твою мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство, и в сокровищнице твоей собрал золото и серебра. Большою мудростью твоею, посредством торговли твоей ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился, но возгордился чем? Богатством твоим». Кто из вас понимает, что богатство часто является источником гордости? Все эти вещи имеют очень важное практическое значение для нас. Итак, это человек, правитель, называющий себя Богом. Это не единственный случай в истории. Мы знаем, что скоро придет антихрист, который будет называть себя Богом и будет сидеть в храме, как Бог. То есть, такое не раз случалось в истории. Зато так говорит Господь Бог. Так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой, не изведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей, смертью убитых. Скажешь ли тогда перед твоим убийцей «Я Бог», тогда, как в руке поражающего тебя ты будешь человек, а не Бог. Это описание человека, который был очень мудрым, очень умным и очень успешным. Он называл себя Богом. Бог бросает вызов этим его заявлением, послав против него врагов, которые убили его. И вот Бог спрашивает, скажешь ли ты в руке поражающего тебя, «Я Бог, а не человек». Это была первая часть. А сейчас мы переходим к совершенно другой личности, которая описана во второй половине Иезекииля, 28 главе. Это царь Тира. Из его описания понятно, что это не человек. То есть мы видим нечто очень важное. В духовной сфере есть связь между злыми силами Поднебесья и человеческими правителями. Они пытаются взять контроль над человеческими правителями, чтобы использовать их для достижения своих целей. То же самое происходит сейчас в Соединенных Штатах Америки. То есть это не какая-то далекая реальность, а довольно насущная проблема для нашей страны. Так вот, продолжим разговор о царе Тира. Начнем с 11 стиха. «И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи им, «Так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем». Этого нельзя сказать ни об одном человеке. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото, «Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего». Итак, это созданное существо, которое было в Эдемском саду, чьи одежды украшены драгоценными камнями. Это не человек, но и не Бог. И вот 14 стих. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять». Осенять что? Я считаю, что речь о Божьем престоле. Этот херувим был удивительно красив, удивительно мудр, и он занимал уникальное место на небе. Он был херувимом, который своими крыльями закрывал или осенял Божий престол. Насколько я понимаю, с тех пор Бог никогда, никуда не ставил только одного херувима. Он ставил двух лицом к лицу, чтобы каждый из них понимал, что есть кто-то такой же красивый, как и он. И вот 16 стих. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправдой». Торговля может означать торговлю различными товарами. А я думаю, что Люцифер ходил и предлагал золотые горы ангелам, которые вступят с ним в сговор. Я представляю, как он говорил ангелам, «Бог не очень-то ценит вас. Вы такие умные и красивые. Ах, если бы я был Богом, то дал бы вам более высокое положение». Вы слышали, как люди говорят то же самое? Видите, нет ничего нового, но мы продолжим. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего». Такое ли не нашлось в себе беззаконие. Итак, это созданное существо, а не Бог. Он херувим или ангел. Он отличался удивительной мудростью, красотой и силой. От обширности торговли твоей, внутреннее твое, исполнилось неправдой, и ты согрешил. «Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией. Изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней». Очевидно, что это не человек. Так давайте же вернемся к мотивации. Она акцентируется снова и снова. «От красоты твоей возгордилось сердце твое». Я не устану говорить об этом. «Гордость — это самое распространенное искушение, которое чаще всего приводит нас к падению. И началась она не на земле, а на небе. От красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю». Ну и так далее. Это описание ситуации в Тире. Тира больше нет. Теперь он просто — история. Гнязь Тира умер как человек, а царь Тира никогда не умирал. Он ангельское существо, очень гордое, очень сильное, очень мудрое, очень красивое и полностью противостоящее Богу. Я хочу поделиться с вами своей идеей. Он сказал, «Я буду равен Богу». Я верю, что есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Я думаю, что Бог Отец настолько удивителен, неповторим и уникален, что Люцифер желал равенства не с Отцом, а с прекрасным существом, представляющим Отца, Сыном. Поэтому я думаю, что Люцифер хотел быть похожим именно на Него. И с того момента начался конфликт, который с тех пор не заканчивался. Это конфликт между Люцифером и тем, кто проявился в истории человечества, как Иисус из Назарета. Когда Иисус пришел на землю в теле человека, Люцифер сказал, «Теперь я смогу до Него добраться». Он преследовал Его, настраивал людей против Него, добился Его смерти и сказал, «Я добился своего». Но он ошибался, потому что на третий день Иисус вышел полным победителем, но конфликт еще не закончился, потому что Сатана все еще сражается против Бога, Божьих целей и Божьих людей. Считается, и я готов это принять, что одна треть ангелов присоединилась к Люциферу в бунте против Бога. Об этом сказано в книге Откровения, 12 главе, 4 стихе, где говорится о большом огненном драконе, которым является дьявол. Большой огненный дракон. Сатана — это дракон, а также и змей. Он может подавить вас своей силой или пробраться через небольшую щель, и вы даже не будете знать, что он рядом. У него много разных инструментов. Писание говорит, хвост его увлек с неба третью часть звезд. Он поверг их на землю. Другие толкователи тоже считают, что это значит, что треть ангелов последовала за сатаной, за Люцифером, в бунте против Бога. А теперь давайте рассмотрим структуру поднебесных существ. Для этого мы откроем послание Колосинам. Хочу сказать, что послание к Ефесинам говорит о церкви Христа. Послание к Колосинам говорит о Христе для церкви. Если вы имеете дело с людьми, состоящими в культе, то им следует показать послание к Колосинам, потому что оно уникальным образом показывает Иисуса. Ни один гуру и никакой другой человек не может иметь того же, что и он. Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой тварей. Заметьте, он был не создан, а рожден. Это единородный Сын Божий. Он также образ Божий. Он сам выражает личность, природу и характер Бога. А вот почему Бог не хочет никаких идолов и образов, потому что у Него уже есть свой образ, и это Иисус. Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Он родился первым прежде любого творения. Он был не создан, а рожден. А все, что было после Него, было создано. Ибо им создано все, что на небесах, что на земле. Какой гуру может сделать такое заявление? Иисуса нельзя сравнить ни с одним лидером какого-либо культа, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. То есть есть вещи видимые и вещи невидимые. Затем идет перечень невидимых вещей. престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли. Итак, в Поднебесе есть четыре основных ранга. Престолы — это самый высокий ранг, господство или владычество, а за ними идут начальство или правительство и власти. Я повторю это еще раз. Престолы господства, правительства и власти. Это так называемые офисы и представительства оппозиции. Например, у нас есть президент. Президент — это человек, а президентство — это его функция или должность. А эти вещи — это скорее должности, чем люди. и так есть четыре основных ранга. Это престолы, господство или владычество, правительство и власти. А теперь давайте вернемся к шестой главе послания к Ефесиным, двенадцатому стиху. с него, собственно говоря, мы и начинали. Зачитаю вам версию Дерека Принца. Тут сказано, наша борьба не против личности, с телами, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духовных орд или сил зла в Поднебесии. Заметьте, что вначале идут начальства и власти или представительства и власти. Мы участвуем в полном противостоянии против сил зла, личностей, без тем, против начальств и властей, против мироправителей тьмы века сего, против духовных орд или сил зла в Поднебесии. Нам нужно ответить на вопрос, откуда в Поднебесии взялись духовные силы зла. Напомню вам, что в Библии слово небо всегда используется во множественном числе, поэтому там существуют такие разногласия. Если вы откроете послание к Колоссинам, то увидите, что два наивысших ранга не участвовали в бунте. Бунт начался на уровне начальств или властей, правительств или властей, то есть престолы и господства никогда не были отчуждены от Бога. Но мы все еще имеем дело с невероятно сильными духовными существами, которые названы правителями или начальствами и властями. Вот с чем мы сражаемся в своей повседневной жизни, если все-таки сражаемся. А вы сражаетесь? Но можете не отвечать на этот вопрос. Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах, доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmuk.org. Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады. 6 a.m.